Давайте обратимся к Слову Господнему, потому что Слово Господне открывает нам истину о Боге, о Его намерениях, о Его чувствованиях, о Его планах в отношении нашей судьбы и нашей жизни. Только Бог это знает, и Он хочет сегодня открывать детям своим. Чтобы мы не были в неведении, а чтобы наши глаза были открытыми, и мы поступали в полном сознании с волей Господней. Слово Господне записано у апостола Павла в послании к римлянам. Прекрасное слово. Пятая глава шестого стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Я хочу обратить на это внимание. Братья мои, сестры, дорогие друзья, вы знаете, прекрасное начало служения молодежи, прекрасно, вдохновенно о Христе, о поисках Бога, об истине. Оно вдохновляет, оно созидает. И ко мне мысль такая пришла. «Господи, если бы Ты сейчас зашел в собрание наше...» Мы можем так подумать или нет, друзья? Мы можем так подумать. «Господи, если бы Ты сейчас открыл эту дверь и зашел сюда, что бы Ты сказал, Господь? Какие бы Ты первые слова сказал народу своему?» И я верю в это, да, сестра? Он бы первое слово сказал. «Дети мои, мир вам!» Боже, как мы сегодня нуждаемся в этом мире! Как мы нуждаемся в этом мире, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, соблел сердце наше и помышление наше в Иисусе Христе. Мы живем среди бушующего мира, друзья! Мы живем среди бушующих страстей, похотей, разврата, ненависти, зла, и все это бушует в этом мире! И как мы сегодня, Господи, как в той тихой гавани, мы приходим в Твой дом молитвы для того, чтобы иметь мир с Тобою, для того, чтобы душа наша, она утешилась, чтобы душа наша, она успокоилась, потому что душа может успокоиться только в Боге, брат и сестра, ни в чем другом, только в Боге успокаивается душа моя. Бог дает мир, Бог дает утешение, Бог дает покой. Вы знаете, я думаю, что Господь на этом бы не остановился. Наверное, Даша начал говорить народу своему. И я верю, всем сердцем верю, что Он бы сказал, что дети мои, моя любовь, она не умолилась к вам. Потому что то, что Господь сделал две тысячи лет назад, в своей любви умер за грешников, за тех, которые восстали на Него, которые враждували против Него, и Он их возлюбил. Божья любовь, она вечная. И пророк Еремия в своем слове к народу Божьему обращается, вечной любовью я возлюбил тебя. Я думаю, еще бы он что-то сказал. Многое, многое бы он сказал. Он бы обращался к слову своему и напоминал бы все то, что он говорил. И я верю, что Господь, конечно, бы напомнил нам, что время последнее, что необходимо поправить светильники свои, братья мои, сестры, потому что Господь уже при дверях и готовые они войдут на брачный пир с Ним. Для них будет дверь, отверсто открыто. Господь откроет для них дверь. Я думаю, он обязательно бы обратился к тем словам, потому что сегодня мы все нуждаемся в них. Он бы напомнил нам, что есть у нас многое, хорошего многое, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. И он скажет, покайся, вспомни, откуда ты не спал и твори прежние дела. А если не так, приду к тебе и сдвину светильник мой, твой. Это серьезное предупреждение, братья мои, сестры, потому что Господь действительно хочет, чтобы народ Божий был готов к его пришествию, потому что он грядет и не умедлит. Братья мои, сестры, сегодня Господь еще ожидает. Сегодня время благоприятное. Сегодня у нас есть прекрасная возможность исправить свое отношение с Господом, поправить свое христианство, поправить веру свою, укрепиться в Господе Боге, потому что Он этого желает. Дорогие мои друзья, конечно же, мы верим, Господи. Мы верим то, что Ты сегодня с нами, Господь. Не надо, чтобы дверь открывалась, потому что мы верою принимаем Христа, Слово Его, потому что Он сказал, я с вами пребуду во все дни до скончания века. И Он обязательно обратится к тебе, сестра, и скажет тебе, обязательно Он обратится, я вижу страдания твои, я вижу трудности твои, я вижу переживания твои, я вижу борение твое, я помогаю тебе. Потому что Господь истинно знает каждого из нас, друзья, с чем мы боремся, где мы имеем какие-то неудачи, какие-то поражения, Господь знает, но Он говорит, я хочу помочь тебе, и я не оставлю тебя. Поэтому будем дорожить словами Господними, будем дорожить тем, что Господь, Его намерения по отношению к нам, они неизменные, если наше сердце, оно открыто для Господа Бога. Конечно, если посмотреть на сегодняшнее состояние народа Божьего и каждого из нас, то мы нуждаемся, внуждаемся в том, чтобы Господь помог нам, помог нам в это последнее время. Потому что и слабеем, и вера наша какая-то, знаете, такая бывает, то в одну сторону, то в другую сторону, и святость наша бывает не абсолютная, и несовершенными бываем, и мы сегодня нуждаемся, Господи. Что же нам сегодня нужно, самое главное, Господь, чтобы обрести все Твою полноту? Потому что Господь хочет видеть Церковь Свою в полноте, братья мои, сестры. Неполовинчатое какое-то христианство Господь сегодня хочет видеть. Он хочет видеть своих детей, наполненных полнотою Его, Божью полнотою. Что же нам для этого надо? Я хочу продлить мысль брата, который передо мной говорил. Он говорил, что в центре жизни должен быть Христос, братья мои, и сестры. Вот об этом я хочу и дальше поразмышлять с Божьей помощью и по Божьей милости. Давайте мы прочитаем Слово Господне, которое еще записано в Евангелии от Матфея, 25 и 26 стихи. Услышавши это, ученики Его весьма изумились и сказали, «Кто же может спастись?» А Иисус возрев, сказал им, «Человекам это невозможно, но Богу же все возможно». Там Господь на определенные обстоятельства в отношении богатства и ученики спрашивают, кто же может спастись? И для нас сегодня этот вопрос открытым остается, братья мои, сестры. Оказывается, человеку невозможно. Человеку спастись невозможно. Но дальше вопрос стоит, а кто же Господи? А Богу все возможно. Великие требования стоят перед народом Господним. И когда читать Слово Господне, то действительно на планку очень высока. Потому что Слово Господне очень однозначно говорит в отношении святости к людей, к людям. Написано, «Будьте святы, потому что я свят». Если мы будем прилагать, если человек будет прилагать все свои усилия, всю свою волю, чтобы быть святым человеком, получится у него или нет, скажите? Да, вопрос такой вроде бы, ты, брат, что-то рассказываешь нам. Конечно, надо прилагать усилия. А скажите, пожалуйста, барс может поменять свою шкуру? Черный барс пятнистый или какой он там? Слово Господне говорит, нет, не может. А если он сильно захочет? А если еще сильнее захочет и волю всю будет прилагать? Ничего у него не выйдет. Ничего у него не выйдет. Я бы сказал, что спасение человека, оно похоже на то, как, знаете, как выброшенный в океане человек и волны захлестывают его, и его подбадривают, там говорят, давай еще немножечко, осталось полторы тысячи километров до Берия. Ты приложи усилие свое, и все будет у тебя хорошо. Ты характер какой-то прояви свой. Братья, мои, сестры, бесполезно это все. Надо, чтобы кто-то помог тебе, чтобы кто-то подал руку тебе, чтобы кто-то спас тебя, потому что безнадежно будешь барахтаться, усиливаться, и ничего не произойдет. Вся история израильского народа подтверждает это, братья, мои, сестры. Ветхая природа, она не может спастись. Ветхая природа, она должна умереть. Бог не спасает ветхую природу. Он пришел умереть, чтобы и она умерла в нас. Поэтому, как нам важно сегодня разобраться, Господи, и с узким путем не все понятно еще, Господь, потому что многие идут широким путем, а узким путем совсем мало людей идет. Господи, нахожусь ли я в этом числе, я себе вопрос сегодня должен-должен задавать, Господи, или я просто внушать себе буду, что я иду узким путем, и этим путем, Господь, который ты определил, и я принадлежу к тому малому числу. Это все так говорят, друзья, даже те, которые идут широчайшим путем в самую преисподнюю, а говорят, что правильно у меня все. Так как же нам разобраться, Господи? Как же нам спастись, Господь? Без меня ничего не можете, Господь говорит. Без меня ничего не можете делать. Слово Господне так. Конечно, Господь говорит сегодня очень высокие требования предъявляет к детям Господним, чтобы мы были наполнены Его божественную любовью. И как нам порой сегодня недостает, Господи, этих чувствований, которые ты хочешь видеть в сердцах и душах наших. И опять, Господи, без тебя мы ничего не сможем, потому что эта любовь, она нигде не приобретается на земле, друзья. Ее нельзя научить этой любви. Ни в каких колледжах, ни в каких заведениях невозможно. Нет таких учителей, которые бы научили любить. Так в чем же дело, Господь? Что нам делать? Я хочу сегодня на самый важный вопрос для себя ответить, друзья. Читаем Слово Господне, которое записано в послании ко 2-й послании Коринфянам, 6-я глава. И мы остановимся вот на одном месте. С 14-го стиха по 18-й стих мы прочитаем это очень важное слово. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь, Вседержитель. Вселюсь в них и буду ходить в них. Я хочу остановиться на этом месте. Братья мои сестры, очень мало времени останется, лоза скоро начнет расцветать, и веточки на лозе начнут пускать свои паростки. Пройдет еще мало время, зацветет лоза, а еще мало время и принесет плод. Какое самое важное условие для того, чтобы был плод для этой веточки? не быть отломленной от лозы. Не быть отломленной от лозы. Это самое важное условие. Буду ходить в них, говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Дорогие мои друзья, любовь, святость, сила, Божья, праведность, она приходит в жизни человека вместе со Христом. Они отдельно не обитают. Поэтому Господь открывает для нас величайшую тайну свою, величайшее желание свое. И апостол Павел об этом и говорит в послании к Эфессианам 3 глава 17 стих, но я хочу 16 прочитать. Величайшая тайна. Великая Господь хочет совершить в нашей жизни. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Если у нас недостает святости, если недостает любви, если недостает света, братья мои, сестры, мы так себе должны сказать, Господи, живи во мне, Господи, где-то что-то я вытеснил Тебя, ограничил Тебя, Господи, только Твое присутствие, оно дает мне способность любить, только Твоя святость во мне, она может проявиться во мне, Твоя сила, служение Твое, оно проявляется лишь только там, где живет Христос, братья мои, сестры. Поэтому Господь действительно хочет войти в сердца и души наши и совершать свое служение через церковь свою, через свой народ. И апостол Павел говорил не зря эти слова, он знал, что говорил, уже не я живу, а живет во мне Христос, давайте будем задавать себе этот вопрос. Господи, насколько Ты живешь во мне? Как Ты во мне проявляешься, Господи? На каких условиях Господь хочет войти в нашу жизнь? Есть какие-то условия у Него или нету? А я знаю, что есть, брат и сестра. То, что мы веру в Его сегодня можем принимать, обновить, обновить вот это принятие Христа, я думаю, нам каждый день необходимо об этом помнить и не чуждайтесь этого. Господи, живи во мне сегодня, я принимаю Тебя, мой Господь, и в этом собрании, Господи, я еще и еще раз хочу посвятить свою жизнь Тебе, Господь, чтобы Ты проявлялся во мне, Господи, чтобы Ты совершал свою работу во мне, чтобы Ты, Господь, жил во мне, и я буду счастлив, Господи, и прославится имя Твое Святое. На каком условии еще Господь хочет войти в нашу жизнь? Никем другим Он не хочет войти туда, как только Владыкою, брат и сестра. Он хочет Владыкою войти. Он не деспот, нет, Он не заберет все Твое самое лучшее, Он все самое худшее отстранит от Тебя, а собою принесет все самое лучшее. Он очень мудрый управитель, друзья, Он знает, как жить, как решать вопросы все, как строить семьи, Он знает, брат и сестра. Он знает, как устроять государство, Он знает это все. Но только если бы люди дали Ему возможность проявить себя в человеке, мы же Его очень часто ограничиваем. Мы же очень часто пытаемся сами что-то делать без Него, и у нас не получается, и мы разочаровываемся. Поэтому насколько нам важно действительно сегодня пересмотреть наши отношения. Живет ли во мне Христос? И этот вопрос каждый час задавать себе «Господи, не оставил ли Ты меня?» Но если мысли о Господе Боге, если сердце ликует, если сердце поет, если сердце торжествует, там живет Господь Духом Святым, Он там. Не переживай, брат и сестра. Но если твои мысли уклонились уже к мирским прелестям, которые мир сегодня приготовляет для народа, который приобщает и прельщает народ, и если твои желания уже там, то поспеши остановиться, то поспеши покаяться. Господи, прости меня и помилуй, что сердце мое охладело, Господь, что уже нету тех ревностных молитв в общении с Тобою, Господи, что у душа уже не поет, Господь, что слово Твое, оно уже не животворит меня, как раньше, что оно не является для меня сегодня елеем и бальзамом для души моей. Прости меня, мой Господь. И Господь прощает и милует такого человека, который видит свое состояние, поэтому нам надо каждый раз, братья мои, сестры, помышлять о том, Господи, живешь ли во мне, Господи, действуешь ли во мне, осуществляешь ли во мне Твои планы, Твою, волю Твою, Господь. Несколько мыслей, братья мои, сестры, еще хотел подчеркнуть в отношении результата, результат принятия Иисуса Христа, буквально вот так тезисно, потому что я думаю, что каждый из нас уже переживал и это все чувствовал в сердце своем, и не надо ему говорить в отношении его отношений с Господом, потому что сам дух ходатайствует внутри, свидетельствует о том, что Господь живет там, а Господь хочет жить в сердцах и душах народа своего. Первое, что Господь приходит в жизнь человека, как мы и начали из этого, Он приносит мир и покой сердцу. Он приносит мир и покой сердцу. Как много сегодня судеб разрушено, друзья! Как много сегодня людей, которые терзаются и мучают и неустройство в жизни их, но всякий человек, который приходит к Господу Богу, Господь дает ему покой душе его, даже независимо от его обстоятельств круга жизни, где бы он ни находился, но Господь хочет дать ему мир и покой душе его, и ему становится хорошо, потому что Бог вошел в его жизнь. Может быть, сегодня кто-то ищет покоя душе своей и не находит его, то, дорогой друг, знай, что Господь хочет войти в жизнь твою и дать тебе покой. Разрушена семья, дети далеко не понимают, не разумеют, все идет, знаете, неустройство полное. Когда Господь приходит в семьи, то, конечно же, Он устрояет. устрояет все, потому что Он Бог мира и устройства. Он не разрушает. Он, конечно, разрушает то недоброе все, но новое насаждает, но Бог истинный. И я думаю, что всякий человек должен быть внимательным к тому, чтобы дать место Господу, и Он придет с миром и покоем в сердце. Конечно же, мы сегодня живем в реальном мире, о чем мы говорили, и сегодня мир ополчается против детей Божьих. Весь мир против души Твоей, брат и сестра. Вот эта вся громада, полчища духов нечистых со своими прелестями этой жизни, в кавычках, они направляют на душу Твою, чтобы сбить ее с пути истины, чтобы уклонить Тебя от спасения Божьего. Можешь ли ты без Господа устоять хоть одну минутку? Нет, Господи, без Тебя мы не устоим, Господь. Если не исполнится Слово Господне в нашей жизни, что тот, кто в вас, он сильнее того, кто в мире. И если не будет Господа Бога в сердце человека, придет рано или поздно поражение, то как нам важно заботиться о том, Господь, что ты Бог сильный, Господь, ты Бог крепкий, Господи, и ты сохранишь меня, Господь, от всех этих искушений этого мира, Господь, от прелести этого мира, которые сегодня люди так наклонились к тому, чтобы наслаждаться жизнью в этом мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но Господь сохраняет детей своих. Господь бережет народ свой в истине и правде, потому что дети Божьи, принявшие Иисуса Христа, они приняли намного больше, нежели мир сегодня предлагает брат и сестра. Конечно же, если Христос в сердце живет человека, то его сердце не может не откликаться на служение, которое Господь совершал здесь, будучи на земле. Пленным дает освобождение, слепым прозрение, помните, измученных отпустить на свободу. Это народ Божий помнит, потому что Христос, живущий в тебе, он не может оставить тебя безразличным проблемам ближних своих. И человек непременно идет и помогает тем людям, которые находятся в трудных обстоятельствах, которые скованы лукавым дьяволом, для того, чтобы сила Божья могла расторгнуть эти узы и отпустить на свободу. Это служение церкви, это служение Духа Святого, это служение Божье, и Господь хочет его совершать через нас. Немощные сосуды, но там живет Господь. И последняя мысль, которую я хочу подчеркнуть, насколько важно, если Господь живет в сердце твоим Духом Святым, это является залогом твоего спасения, брат и сестра. И мы должны разуметь и понимать, иногда задают вопросы, спасен ли ты, не спасен, поднимай руку, не поднимай, то есть это все, знаете, такое оно. Но ты сам, брат и сестра, должен знать, живет ли в тебе Дух Божий. И если Он живет, это залог твоего спасения, это твое спасение в тебе, потому что Бог придет за этим залогом. И если там не обнаружится залог Божий, Дух Святой, Иисус Христос в Духе Святом, то, конечно, душа пустая. Это душа пустая, нечего в небо брать, братья мои, сестры. Поэтому возревнуем о том, чтобы Дух Божий жил в сердцах наших, чтобы имя Господне прославилось. И написано, Дух же того, кто воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим вас, живущим вас. Да благословит нас Господь, друзья, благодарить Бога, на Него надеяться. Человекам это невозможно, а Богу все возможно. Живи, Господи, в сердцах наших и совершай свою работу. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»